Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня мы продолжаем зарубаться на Брюсе, да, потому что на баке уже как бы заруба прошла, остался Брюс, на Брюсу также поставим ботинок вместо зубов вампира, хотя я после последних каток на баке могу сказать, что, ну блин, и то и то надо, и то и то надо, ну как бы четвертого слота нет, поэтому пока что терпим, терпим и страдаем. Ну что, погнали в сложные бои, еще час, в 21 минуту они будут идти, попробуем затащить, скажу сразу, на Брюсе надо играть, ну, даже не так, Брюс сложнее играет, чем бак, это на мой взгляд, личный, намного сложнее, в плане того, что... Боже мой, эти инструментальщики, это, конечно, да. Ну вот, видите, вот он, геймплей на Никсе. Щел просто стоял, ничего не делал. Что я могу сейчас придумать, чтобы победить? Ну, во-первых, доберем артефакты, типа дробовичка. Вижу там снизу бобра, можно его, конечно... Лиззи надо убивать, бочкалюб, просто бочкалюб на Лиззи, очередной. Еще и бак меня хейтит, офигеть, как в это играть? Как в это играть, когда тебя просто все хейтят? Просто все хейтят, и ты ничего не можешь делать. У меня даже, вот видите, зубов вампира нет, и как бы все. Как бы вот, посмотрите, они не дерутся с друг другом, и вообще... Ой, не горит. Сгорел. Обидно очень, обидно. Ну, а что есть, то есть. Такая игра. Продолжаем, как говорится, еще расстраиваться. Ну да, 5 Никс, 6 Никсов, да. 6 Никсов, почему бы нет? 7 Никсов, да. 7 Никсов уже достаточно. А то как-то 6 было маловато. Лута никакого нету, гранат его. Может быть, их за мной сейчас побежит, если мне повезет. Ну да, тут Никс, конечно. Кто же еще здесь может быть? Лишь бы бота забрать. Аптечку, да? Никс. Но ты не успел, в этот раз, пока не верю. Ну да, Никс с кофем, как бы. Генри, 15 уровень. Понимаю, понимаю. Походу, это его территория, надо уходить. Ой. Ну капец. Капец. Вот видите, просто Брюс... Вот, Никс успел отпрыгнуть. Если бы я был на Никсе, я бы не успел отпрыгнуть. По очень простой причине. Меня просто не отпрыгнуло. Все в КД, дробовика нету. Как бы так играем. Ну, как бы геймплей на Брюсе. Чекайте. Подвижность великолепная. Артефактов много, да? Всего, как говорится, хватает. Там кто-то хилится, стоит. Орел, да? 15 уровня. Не успевает Орел что-то сделать. Там пингвин уже контролит. В общем, я пойду в кусты. У меня вариантов других нету. Если я не отыграю через кусты, то умру. Душит сзади пингвин. Ну, конечно, Никс легендарным дробовиком. Я без хила каких-либо. Ну, сейчас меня, конечно, убьет пингвин с поигранатами. Кто там Никс кидал. Ну, как бы задушили. Два боя. Задушен. Окей. Понял, принял. Чувствую, заруба закончится сегодня. Не, ну серьезно, а как мне это играть? Как это играть? Вот я играю, да? А меня душит. А пока не душили. Да Брюса душит. Они ничего не могут сделать. Просто доминируют, властвуют, унижают все дела. Капец, это босс. Точнее, мобик зашел в этот. О! Уже за мной Джейд выехала. Там еще Никс рядом стоит. Как всегда. Какой-то очень хороший. Впрочем, чего я ожидал? Да, ребят? Чего я ожидал? 13 Никс. Был просто здесь со мной рядом, да? Забрал у меня аптечку. Забрал у меня легендарную гранату. Стабильно. А вот теперь его убивает другой Никс. Почему-то Бак на меня грится. Ну боже, ну хватит меня агрить. Ну вы залбали. Ну что за хейт такой? Капец, просто стоишь себе, никого не трогаешь, бац. У тебя залетает граната от Бака. Ну все, давай домой. Что, понравилось мне? Похейтил? Да, молодец. Гений, блин. Легендарную гранату опять же забрали у меня. Да. Обидно. А вот, еще один Никс. Одного Никса 12 уровня убил другой Никс 12 уровня. Неожиданно. Сейчас они, кстати, между собой подерутся. Это хороший вариант. Кстати, по поводу радиусов. У кенгуру, я помню, был такой жесткий радиус. Ну вот так вот играем, ребят. По-другому не получается. Будем сейчас Никса караулить, короче. Вот в этой позиции. Там сейчас он будет драться с другими Никсами, по идее. А нет, не получится караулить. Джейд мне принесла шмоточки. Большое спасибо. Так, ну Никс меня там караулить, да? Значит, сделаем вот как. Побежим через ботинок. Все-таки ботинок надо использовать хоть как-то. Не успел на армор нажать. Если бы успел, то было бы нормально. Слишком жесткий баг. Ну, что я могу сказать? Ярость бага это, конечно, решает. Решает, кстати, чел играть без Бомолотова. Ну, выбор его, конечно, что я могу сказать. Ну вот, опять же задушен. Три из трех задушен был Брюс. Как обостреть, я не знаю. Как-то так. Ну что, еще... В принципе, зато бои быстрые. Зато бои быстрые. Оптимизм у меня, конечно, да. Он присутствует. Не, реально надо как-то бои балансировать по Никсам, чтобы там, знаете... В сложных боях типа два Никса максимум. Было бы классно, на самом деле. Если бы так сделали. Но это мечты. Мечты. Тогда бы бои длились. Ну, искались бы дольше, да, наверное. Потому что большинство уже играет на Никсах. Скорее всего. Ну, я так думаю. Ладно. Говорится, Никсы не ксами. Надо просто адаптироваться. В скобочках. Не получится. Ладно. Просто надо как-то дожить до конца. Не там куста каких-нибудь условных победителей. Что я постараюсь и сделать. Элизи убивает легендарного бота. Интересно, что выпадет. Надеюсь, граната легендарная. Или там дробовичок. Или копье хотя бы. Ладно уж. Гранатка. Отлично. А вот и, кстати, Лизи. За ней уже гонится хамелеон. Блин. Мне бы тоже как-то прижучить. Так. Ну что. Погнали с Лизи. Все. Мув года, епта. Мув года не удался. Официально. Ах. Какие же невезучие. Какие же невезучие. Не притянулся. Наверное, убежал на мост. Не догоню уже, да? Да, быстро работает. Анимация, че. Че ты смотришь на меня? Поставил про Никса против... А шо делать два Никса? Душат. А, понял. И гонорщики. Ну ладно, я Никса тоже не люблю, поэтому... Попробую их стравить между хамелеоном. Блин, как же больно. Как же больно. Хоть бери этот крем огнестойкости и играй через него. Хотя... На гранату на гранату наносит. То есть не сама бомба молотова, а именно граната. В последнее время я даже думаю по поводу того, чтобы заменить бомбу молотова. На какой-нибудь другой артефакт. Потому что чувствуешь, когда много играешь на персонажа, чего ему не хватает. Больше, чем того же урона, да? Итак. Че по ситуации? Ситуация простая. Там вижу хамель этого. Отлично. Отлично. Прекрасно. Стеночка мне пригодится. Удобряю. Так, сидим в кусте дальше. Если что, побежим по верхней части через кусты. Выбора у меня по сути нету. Надо использовать ботинок. Как преимущество. Идет кто-то. В бочке. Будем чекать, не будем чекать? Я думаю нет. Нет смысла. Если там сильный противник, то это проблема будет. Если слабый, ну, скорее всего там слабый. Кстати, почему? Объясняю очень простую суть. Но по Лизе. Почему тут был слабый? Объясняю. Ну, потому что бочкалюб. Прятаться в бочке, да. Хотя Лизе вроде не пряталась особо. Скорее всего она не бочкалюб. Хотя может и бочкалюб. Тут уже не понять, да? Кстати, вот по поводу, когда вы разбиваете бочку. Я в этот раз что сделал? Я кинул гранату, чтобы разбить бочку. И только потом нажал прыжок Брюса, чтобы продамажить как можно больше. Хотя я на самом деле не знаю, что больше из этих двух штук дамажит. Но решил сделать вот так вот. Поставлю капкан. Не знаю, зачем я это сделал. А, я не поставил. А что я не поставил? Ну ладно, пока что все нормально. В принципе, сойдет. Стою, забираю аптечку, как могу. Пытаюсь хилиться. Убил Джейд, отлично. Просто идеально даже сделал бы. У меня еще есть одна лишняя аптечка, я еще живой. И остался кенгуру и еще кто-то. Очень сложно, конечно, маневрировать. А вот там еще кенгуру осталось. Так, отлично, я его выманил. Теперь он пойдет каким-то другим путем. Или не пойдет. Ну ладно, пойдемте тогда разберемся. С этим кенгуру. Мне было бы... Мне просто так проще было сделать. Я боялся, что он мне сможет победить. Ну тот кенгуру, да. Все, победа. Ну было сложно, было сложно. Но в итоге победу получилось замутить. Потому что, ну, кустарный геймплей плюс шоты от Брюса, как бы, оно решается. Но тяжело. Душат прям как не в себя. Но победить за счет того, что вы просто, ну, более сейвово играете, более аккуратно, возможно. Итак, опять я попал в кусты. В принципе, за счет этого можно сейчас победить достаточно легко. Черепаха решила со мной подраться. Так. Сразу берем гранату. Я вижу, я знаю, там Никс внизу слева стоит. Бота я не видел, к сожалению. А вот он. Можно сейчас быстренько бота убить. Отлично. И срочно нужно найти хотя бы дробовик. Копье еще ладно. Копье не дает такого большого урона. Вот дробовик. Блин. Джейд с копей. И фулл артефактами. Надо срочно сейчас от него бежать. Не успел. Не успел поражаться. Посмотрите на это. Знаете, с чем прикол был бы? Ну, если бы я сейчас был с обычными артефактами. Ну, обычными предметами, да? Стандартными, которые там каменные, типа. Знаете, что было бы с этой Джейд? Она бы шотнулась. Она бы шотнулась просто-напросто. Потому что нет колдвенлина. И хила никакого. Вот понимаете? Челики играют в эту подвижность. Но на самом деле у них фактически ничего нету, чтобы хоть как-то побеждать. То есть их просто берут, с одного удара убивают. И вот ради этого они берут подвижность. Ну, смотрите там. Челики просто с собой не дерутся. Ну, а да, зачем? Кстати, какой-то странный орел. Ладно, пофиг у него. Мне сейчас главное набрать артефакты. Какие-нибудь там предметы. Блин, какие-то неадекваты. Просто куча неадекватов. Друг друга не трогают. Ну, мне сейчас тоже особо с ними драться не хочется. Потом подеремся, когда я достану хотя бы гранату. А вот и гранатка, кстати. Как удачненько. Вот теперь можно и подраться. А то вылазить в драку там с тремя сразу противниками и опять душиться. Ну, не хочу я этому моменту. Итак, ищем противника. Хотя нет. Будем сидеть ждать. Почему там сейчас... Я видел вот этого. Гранатку катящуюся, да? А это, скорее всего, был панда. Блин, серебро. Надо брать. Надо брать, пока дают. Куча никсов опять между собой дерется. Мне это не интересно. У меня есть одна аптечка. У меня есть, в принципе, возможность просто шотнуть противника, который ко мне подойдет. И за счет этого занять еще одну аптечку, как бы, на халявку, по сути, да? Лег дроп выпал с никса за огнем. И, походу, его больше никто не подберет. Как я понял. Да? Или нет? Смотрим. Начатик. Похоже, никто. Ну, никсы друг друга убивают. Ну, вот, приходится мне так играть, ребят. Вы уж извините, ну. Что я могу сделать, если там куча никсов, которые тебя просто задушат гранатами, и ты к ним даже не добежишь. Вот именно. Так, орел до сих пор здесь бегает. Он меня не видит, пока я в пусте. Нет, спалил. Спалил. Когда взлетел, вроде спалил. Ну, панда там еще внизу, я смотрю, стреляет. Или кто это стреляет, не знаю. Стоит ли на него ворваться? Ну, пока зоне пока не надо. Прилем в том, что сейчас могут прийти никсы, забрать с него аптечку. И тогда мне будет уже не в коровы врываться, но... Уже тут никого нету. Ладно, ладно. Есть вариант, кстати, сейчас подождать возле этого момента. Потому что противник будет идти через мох. Опа, кто-то в дальнейшем панда. Так, надо аккуратней. Никс с бочкой, ну, типичный никс, скорее всего. Пугаю я пока что противников. В ответ не получаю ничего. Я панда недоволен. Ля, ты какой, а? Бахнул у меня. Теперь еще дружбу предлагаешь? Я тебе сейчас устрою. Сейчас я тебе устрою. Где ты отсюда? Дружбу мне предлагают. Мне надо было мне стрелять сначала. Кстати, походу я сейчас проиграю. Меня с двух сторон просто задушат. Мне сейчас нужно элитироваться. Нет, в этот раз мне получается победить. Достаточно легко. Заберу сейчас все, что тут лежит, пока панда на меня не агрится. И надо сейчас немножко сменить с локацией, чтобы он не ожидал меня увидеть. Где-нибудь вот здесь, вот, да, вверху. Домой. Проблема у меня сейчас большая, у меня нет аптечек. Так, берем аптечку, забаррикадируемся от того противника, который был сверху. И бежим на него. Еще один никс, понимаю. Ладно, стенку возьмем. Придется ждать, ребят. Придется ждать. Не могу я сейчас врываться на этих челиков, сами понимаете. Они меня просто задушат. Так. Никс будет дефаться, я так понимаю, до последнего. Видите, он бочкалюб, скорее всего. Я попытаюсь его сейчас выманять. А, это не Никс, это акул. Блин, все сидят в бочках, это очень... Ну почему? Почему ты такой везучий, блин? Ну лев, ну... Какой же ты везучий. Я неправильно сейчас сыграл, сейчас могу умереть из-за этого. Причем серьезно могу умереть. Видите, меня хейтят просто. Что-то им не кста неадекватного. Хилимся сразу. Потому что, возможно, придется драться с акулами, и он не победит. Но в итоге он промахнулся, и я победил. Ну, короче, в итоге, что вы заметили, да? Я всех убил сам. То есть, всех противников, которые были в конце штук шесть, если не больше было, да? Всех сам убил. Не хейт, не душат. Нет. Просто... Просто такой рандом. Просто такая зуба. В итоге, что получается? По времени, в принципе, одинаково. По рейтингу. Под конец зарубы. Что? Оба взяли топ-2, топ-1, как говорится. Да. В итоге получилось, что баг поднялся чуть повыше, но все-таки ему больше везло. Брюс задушили в самом начале прям конкретно. Три или четыре боя подряд прям. Жестко. Выдоможили его. Выжили с него все соки. Но Брюс хорош. Все равно хорош. Как вы заметили, можно спокойно шоттать противников. Ну, начиная там от таких. Ну, 13 уровня можно шоттать спокойно. Как вы заметили, я даже дошоттнул дважды. Ну, два никса сразу шоттнул. Десятых уровней. Это, наверное, те никсы, которые используют кофе. Ботиночек. Ну, в общем, вы понимаете, да? Зачем укол адреналина? Зачем зубы вампира? Зачем тренигранта? Зачем был молотого в сложных боях? Бесполезные артефакты. Берите ботинок. Берите инструменты. Берите кофе. И играйте в зубу на никсах. Вот. Это, конечно, был сарказм. Не делайте так, если не хотите шоттаться от Брюса, как шоттнули с Т2 никса десятого уровня. Играйте нормально, и будет у вас все хорошо. А это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии. Пишите, кто же затащит зарубы, Брюса или Бак. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.